Добрый вечер, дорогие друзья! Хотелось бы начать наш вечер, нашу встречу, которая посвящена Дню памяти Анатолия Петровича Макурова, замечательного человека, доброго, умного, замечательного педагога, который растил меня. С 13 лет я с ним занимался барабаном. Многому он меня научил, и я думаю, что с каждым из вас занимался и вложил частичку души, своей дружбы, своих знаний. В общем, остался у нас в сердцах. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наш вечер был добрым. Хотелось бы, чтобы каждый, кто хочет сказать об Анатолии Петровиче, обязательно что-нибудь сказал, свои, может быть, какие-то воспоминания, чем-то поделился, может быть, о том, чего мы не знаем. И вечер у нас семейный, творческий, не посвящен барабану, а посвящен замечательному человеку и его памяти. Хотелось бы, чтобы он был еще ближе, этот праздник. Ой, праздник, извините. На самом деле встреча с прекрасным, с музыкантом, и для меня я как будто, не знаю, пришел к нему на урок, и опять он будет меня воспитывать. Хотелось бы, чтобы вы были поближе, может быть, кто-то сядет за эти столики, чтобы это у вас как-то по-семейному у нас было. И сегодня будет звучать много музыки, много слов, и те, кто хочет вспомнить об Антоке Петровиче, скажут, и помянуть, можно подойти к столу, который справа, и помянуть и выпить за светлую память Антоку Петровичу. И этот вечер мы хотим начать с выступления квартета Сергея Головни, который тоже замечательный музыкант, и который, в общем, начнем этот вечер. Давайте так. Спасибо. Добрый вечер. У меня был период в жизни, я преподавал на Арденкове училище, и однажды зашел Анатолий Макуров пообщаться со своими студентами. И как-то случайно мы с ним сыграли очень красивую баллогу. Не знаю, как это получилось, он не играет обычно. Ну, в последнее время не играл, говорит, да я не буду. В общем, не хотел. Тем не менее, мы сыграли ее. И сейчас, в память Анатолия Макурова, мы сыграем ее здесь, на этой сцене. Она называется Nightingale on a Berklee Square. Добрый вечер. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Когда Анатолий с нами играл на барабанах эту замечательную балладу, он очень здорово играл, я просто помню, был один единственный раз, когда я с ним играл, и это было случайно совершенно, он просто заглянул в класс. Но он любил заглядывать в класс, и уже не на 5 минут, а мог на полчаса, на 40 минут заглянуть, потом уйти и подарить массу позитивных и положительных эмоций, потому что очень светлый человек был, и, конечно, его уход из жизни – это так внезапно просто. Да, это большая потеря для джазового мира. Но мы помним Анатолия Макурова, и сейчас вся музыка звучит в честь него здесь, на этой сцене, в клубе Алексея Гозлова. И эту балладу я с удовольствием, с большим удовольствием, и со светлой памятью, с вечной памятью Анатолия исполнил. И мне аккомпанировали те люди, которые тоже были его товарищами. Павел Тимофеев – барабаны, Макарновиков – контракласс, Алексей Иванович Покровевич. Ну, помним, любим, и продолжение следует. Сейчас будет много музыкальных моментов на этой сцене. Спасибо вам. А сейчас на эту сцену мы хотим пригласить дикселент Владимира Лебедева, замечательных музыкантов, которые тоже работали с Анатолием Петровичем. Но могу сказать, не знаю, на самом деле, каждый из вас, кто хочет сказать, может выйти сюда и сказать добрые слова в память Анатолия Петровича. Здесь у нас сейчас находится и Наталья Николаевна, жена, и дочка Света. В общем, поддержку семьи, ну, как-то поддержать морально. Потому что Наталья Николаевна со мной тоже с 13 лет, как и Анатолий Петрович. В общем, моя вторая семья. Потому что я учился в училище имени Гресиных. Я тут точно педовал, когда Николаевна руководила процессом. И Свету мы также с рождения наблюдаем и гордимся ей. Я знаю, как гордился Илья Петрович. И мы каждый раз спрашиваем, ну, как же так? Какой гениальный ребенок, был воспитан в этой семье. И мы берем с вашей семьи пример до сих пор. Будем брать. Сейчас, ребята, настроите. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если кто хочет подойти и выпить в память об Анатолии Петровиче, Пожалуйста, подходите к столу. Пожалуйста. Спасибо. 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 Дело в том, что я преподавал в музыкальном училище, и как бы мы тесно были с ним связаны, поскольку я помимо того, что я преподавал по одной, еще преподавал ей ансамбль. И он, естественно, своих учеников там приводил ко мне, и там мы с ним очень хорошо в близких отношениях были. И как-то он спросил меня, Владимир, а как вот ты лето проводишь? Я говорю, да я вот езжу, мне так хватит же отдыхать. И заодно там танцы немножко играть, и полтора месяца спокойно совершенно на берегу моря. Он говорит, а может быть и не то что-то? Я говорю, давай, пожалуйста, созвонимся, все, без вопросов. В общем, полтора месяца мы с ним там отдыхали, на берегу моря. Он вообще очень такой талантливый, приветливый человек. Он очень с ним хорошо, так сказать, как были знакомы. Ну, к сожалению, вот так вот получилось, что приходится на вот этих грустных предприятиях участвовать. Но я думаю, что это не должно нам сильно порть не ставить. Мы, как говорится, еще пока должны продолжить его дело, то есть джазовое дело. Потом я еще расскажу, как это. Я работал в оркестре Левченцеву тоже, кстати. Он боролся за то, чтобы был джаз у нас в России и не хуже, чем в других странах. Мы все знаем, что Анатолий Петрович был джазовым музыкантом. Изучал наследие джазовых барабачиков, писал книги, школы, преподавал в джазовом колледже. Но у него он был очень многогранный человек. Он всегда рассказывал о том, что много лет проработал в лучших ресторанах Советского Союза и всегда очень этим гордился и говорил, что я работаю с прекрасными музыкантами в прекрасных местах для замечательной публики. И это его сторона. О ней вот нельзя забывать тоже. Давайте мы ему поаплодируем за то, что он был таким многогранным специалистом. И сейчас мы сыграем композицию, которую Владимир Георгиевич аранжировал и везде ее исполняет. И она вот как раз отражает эту многогранность. Эта вещь звучит на джазовых концертах всегда с большим успехом, на фестивалях. Но и в ресторанах, и в кафе тоже ее всегда принимает Нура. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что в этой программе Утесов доказывал, что джаз это интернациональное искусство Он родился даже не в Америке, а родился у нас здесь, в Одессе Что интересно, вот короче говоря, я застал это видео, где, хочу сказать, что настоящие борцы, как говорится, за джаз, они буквально, так сказать, оркестр хотели разгонять вообще-то Утесову, но он нашел статью Луначарского, где Луначарский пишет, Я думаю, что Владимир Ленин ходил в Париже слушать джазовых музыкантов И, естественно, конечно, правительство разрешило оркестр сохранить, но не пускало такие залы, как, допустим, взял, говорят, съездок, колонный зал И вот благодаря вот этой, как говорится, программе, певнистовой странице, в конце концов добился Утесов, что мы выступали и во дворце съездок, и в холодном зале, в лучших залах Москвы Сейчас я думаю, что мы вот это произведение исполним и как бы вспомним, как это было в свое время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Джонни Малышев на банджо Евгений Малышев И наш специальный гость Который нас поддержал сегодня Пригласил сюда И в общем-то организовал этот концерт Замечательный барабанщик Павел Тимофеев Ему аплодисменты Я не знаю, кто еще организовал Кто участвовал в организации этого концерта Все вместе участвовали Но тогда всем давайте поаплодируем Кто организовал все замечательные мероприятия Спасибо всем, что пришли Спасибо клубу, который такое мероприятие принял И спасибо, конечно, Анатолию Петровичу Макурову За то, что он с нами был И за то, что он с нами есть И навсегда останется Давайте ему тоже поаплодируем Спасибо за внимание До свидания На этом мы с вами прощаемся Уступаем сцену Следующему артисту Сейчас нам на сцену Сейчас на сцену выйдет трио Павла Тимофеева Который вокруг себя Как ученик Анатолия Петровича Собрал музыкантов Осторонних Трио Будет квинтет еще у нас Я могу сказать, что Мы, как ученик Анатолия Петровича Учились у него И не только игре на барабанах Потому что он был, конечно, увлечен барабанами Только о них и говорил Любой вопрос В какую сторону ты едешь Или как ты живешь Заканчивался барадидлами И координацией Левосторонней Перекресткой Это жизнь, конечно, отдельная В которой надо углубиться И провалиться Потому что я до сих пор тоже думаю Про эти барадидлы Пока я езжу в метро Ничего в самолете Хотя, я понимаю, жизнь идет Надо как-то барадидлы применять к жизни Поэтому приходится как-то с этим бороться Не говорить никому из родных Что такое есть Анатолий Петрович жил По-моему, барабаны занимали у него Не знаю Больше 150% времени Все остальное время ходил на семью Ну, я думаю, что семья понимала Его увлечения Конечно Ну, как Как У меня Еще один преподаватель Михаил Ильич Коварецкий Он всегда говорил, что Надо быть укушенным В этом вопросе То есть, Дмитрий Петрович был укушенным В хорошем смысле Он Всему Посвятил Всего себя Изучению барабанов И Пытался это научить всех И барабанщиков, и не барабанщиков Овладеть инструментом Потому что это очень увлекательно и интересно Тот, кто Хоть как-то пытался Правую и левую руку соединить Начинаешь проваливаться в космос Но Надо При этом Не забывать про музыку Он Всегда говорил, что Никому не нужны эти паразиты Нам музыка Это все технологии И Вот Как раз он это И меня учил Когда Приезжаешь к нему на часочек домой А Часто Восемь Проводили с разговорами Сначала про барабаны Потом про семью Всегда интересовался Что и как Как живем мы Чем мы живем Он Всегда говорил Что не надо торопиться Преподавать Надо играть Грубо говоря До последнего Только Потом После того, как он игрался И вырос Как он сказал Стал лысым и с животом Вот К этому моменту Надо найти преподаватель И вот Андрей Петрович Меня всегда настраивал на то Что Я займу его место Преподавательское Почему-то Хотя Я понимаю почему Но Мне всегда хотелось Играть И он и все Говорит Давай играй Но ты не забывай Ты будешь преподавать Вот Я стал носить Значит Все к этому видел Сейчас Паша Скажет Спасибо Да Большое спасибо Это Игорь Стофонов Игорь Стофонов Любезно Согласился вести Сегодняшний концерт Вот И Игорь Ну Мы все были близки Анатолий Петрович. Я его знаю тоже очень давно, с первого курса училища. Это было в 89-м году. Первый раз я увидел Анатолия Петровича. Я учился у другого педагога. Он пришел, сказал, ну-ка, сыграешь тут? Я сыграл. Я тогда думал, что я очень лучший барабанщик. Он сказал, это все не годится. Ты ничего не можешь. Как? Что? Все, с тех пор началась наша дружба. И, к сожалению, мы виделись с ним редко. Но все, я думаю, что все согласятся со мной. Те, кто знал и кто учился у Анатолия Петровича, они счастливые люди. Вот. И последние полгода мы с Анатолием Петровичем достаточно часто стали встречаться, потому что он меня привел на свою базу, которая тоже оказалась по какой-то случайности прямо рядом с моим домом. Он мне позвонил как-то вечером, сказал, ты хочешь, тебе нужна база. Для барабанщика, если вы знаете, база – это больное место, это проблема очень большая, потому что дома заниматься невозможно. Все студии, они тоже платные и время там занятое. Поэтому найти студию, дом для барабанщика – это очень большая проблема. И Анатолий Петрович позвонил, сказал, тебе нужна база? Да, нужна. А где она находится? Говорит, старая басманная, дом 20. Говорит, Анатолий Петрович, я живу дома 22. Ну, значит, все это для тебя. И он привел меня в комнату, в которой он занимался, с учениками, а сам он пришел в комнату побольше, которая была соседняя. И мы начали там репетировать, заниматься с ансамблями, с разными составами, с Сережей Головняком. И Анатолий Петрович очень часто, мы по вечерам сидели, занимались, очень часто он стучался так в дверь, в парусе, когда у нас была паруса редкая. И открывал, и ребята, можно на минуточку? Ну, конечно, Анатолий Петрович, заходите. И мы разговариваем, могли разговаривать час. Ну, в туалет, и все, я пошел. И так вот было достаточно часто, где-то раз в неделю мы пересекались. Вот, и когда его не стало, вот, я до сих пор занимаюсь, и не могу поверить в то, что его нет, потому что душа бессмертна, и мне всегда кажется, что откроется эта дверь, пройдет Анатолий Петрович, и мы с ним поговорим. Вот, но жизнь продолжается, и я могу сказать, что после себя он оставил очень, очень много прекрасных учеников. У него прекрасная семья, мы дружим, и по плодам человека можно судить о нем. Анатолий Петрович был светлейший, добрейший, и прекраснейший человек. Вот, мы его помним, мы будем помнить всегда. И когда-нибудь, я думаю, мы встретимся. Большое спасибо, что вы пришли, большое спасибо. Мы не расходимся еще, я просто... Когда мы устраивали этот вечер памяти, концерт, я не знал, как у нас получится, не получится, переживал, согласятся ли музыканты, придут ли гости. И сейчас я вижу, что все хорошо, много музыкантов, много гостей, и все прекрасно. Светлая память Анатолия Петровича, мы продолжим. В трио Юрия Щеткина. Мы сыграем, наверное, три композиции. Five Spot, Монка. Let's Go One, тоже Монка. И My Favorite Things, не Монка. Светлая память Анатолия Петровича, не Монка. Светлая память Анатолия Петровича. Светлая память Анатолия Петровича, не Монка. Светлая память Анатолия Петровича, не Монка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И мы хотим пригласить на эту сцену, чтобы к нам присоединиться к нашим тревогам, с здравояльем Иван Фромаковский! Иван Фромаковский! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! на барабанах. Они, прежде всего, прекрасные люди. Я считаю, что он такой современный Макаренко. Я могу сказать о нем. О нем можно говорить, опять же, многое. Хочу сказать, что Толик был всегда честен. У него была совесть, он был кристально честным человеком. У него не шел никакие компромиссы. Сколько раз я был в этом убежден сам лично. Я думаю, что это не открывает глаза никому. Я немножко волнуюсь. Поэтому я хочу сказать об этом человеке, что он был честным, кристально чистым. Он любил своих детей, своих воспитанников. Он ими жил. Не только своей нотной Макуровщиной, как мы его звали в свое время, когда учили с Алояном. Он просто был таким дивным человеком, что он мог загрузить своими 32-ми, 74-ми, если такие существуют еще, 164-ми и всеми остальными заборами макуровскими. Он мог так загрузить, что просто через 5 секунд то ли все, окей, хватит, я пошел. Но столько от него шло энергетики, доброты, любви. Он мог снять последнюю рубашку, отдать. Это, конечно, в нем поражало, он поражал своей любовью. Чистный такой был, кисельный тренинг. Хочу сказать, что, конечно, этот человек, опять же, повторюсь, заслуживает многих слов. Но сегодня, я так думаю, что за него скажут музыканты, тех музыкантов, которые сегодня собрались и сыграют. Спасибо, что выслушали и вытерпели. Спасибо. 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 Александр Александрович Наденьев. Куда он ушел? Конечно. Сэр. Ты необходимый. Приветствуйте, пожалуйста. Алексей Гагарин. Алексей Гагарин. Благодарю вас. Это тот человек, которого я повстречал в тот день у Толи на похоронах. Наверное... Леша, сколько мы не виделись до того? Ты был маленький? Я был маленький. Я был маленький, да. Лет 15 мы с тобой не виделись до того. Однако подошли друг к другу бодро. Поприветствовали друг друга. Это никого не волнует. Ты понимаешь, ты не становишься лучше. Мы были чуть-чуть лучше, но тоже уже не становимся лучше. Поэтому давай мы сейчас заботим об психике. И так вот такое трио. Александр Надеин. Гитара. Алексей Гагарин. Алексей Гагарин. Мы сейчас придумаем, что сыграть. Надо микрофон отвлекнуть сейчас. Смертельно. Незокно. Пrodоефон. Паплот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Включай тормоза. Ну, невозможно так, в таком темпе жить и работать. Он говорит, не могу иначе. Ну, не могу иначе. Вот даже когда он был в больнице в свое время, после операции, он сидел и работал там, в палате. Я говорю, ну, ты хоть здесь-то, бесполезно. И он по-другому жить не мог. Я его любил, конечно, и все любили его. Думал, что я не помню, чтобы что-то было в нем отрицательное. С какой любовью он относился к супруге, к семье, это просто поразительно. И пример всем, конечно. Как заботился, как радовался всякому празднику в семье, всяким событиям. То ли это было с квартиры, то ли с ребенком участие. Ребенок поступил учиться. Ты знаешь, он отлично учится. И это можно было слушать бесконечно. Жалко. Это часть меня ушла. К сожалению. В последнее время, как-то я в свое время, он послушал блюз, я пел. Ему это очень понравилось. Он принес супруге записи, говорит, ну ты послушай, что это такое. Она не могла отгадать. Ну, это было несколько лет назад. И вот я хочу в память о нем спеть его. Ну, а потом, если получится, там, балладу. Макар. Макар, ну и на рояле кто-то. Яш. И гитаристы, чтобы сэкопонировать. Яш. Яш. Яш или Вань. Миленький, поднимись, пожалуйста, еще раз. Спасибо. Вот ей. Спасибо. 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 Друзья, мы хотим вспомнить еще раз Андрея Петровича и хотим показать вам небольшое видеофильм, коротенький, где Андрея Петрович говорит о себе и чтобы он был рядом с нами. Хотим увидеть сейчас. Сейчас выключим. Спасибо. 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 Друзья мои. Может быть, вам не все это понятно, это ясно. Во-первых, в силу своей энергии он быстро говорит, говорит и хочет все вложить в уста наши, чтобы мы слышали и приняли. Но столько крови за этими трудами, для того, чтобы где-то что-то напечатать, это надо было доказывать, и никто по-серьезному не воспринимал сначала. Только позже, только позже, только позже, когда уже из-за границы приехал человек и сказал, что у вас тут все свое есть, и тогда только началось все двигаться. И он вложил свою жизнь в то, чтобы сейчас вот так играли барабанщики и были на равных с американцами и не комплексованы, как мы, потому что у нас не было информации. Вот он сделал, управлял. Говорит о крови ему это. Спасибо, мои дорогие. Молиться надо за него. Молиться. Спасибо большое Арнаду Гороховскому. Мы хотим продолжить сыграть квинтетом, несколько композиций. С композицией, которую мы специально... Мы ее сыграем второй. А начнем мы с мелодии... Мелодию Уэна Шортера, которая называется The Chess Players. Спасибо. 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 Большое спасибо. Большое спасибо. Это был краткий вариант. Длиннее играется у нас. Вот. Но закончим мы песни, которую написал Ли Морган. Которого тоже очень любил Игорь Петрович. из пластинки Tomcat. Она называется Twice Round. Это был левый иоэй. Игорь Ли Морган. Это был иноринский. Где ты через пару минут. Игорь Ли Морган. Игорь Ли Морган. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Одни слезы в глазах. Я предлагаю вспомнить Анатолию Петровича, и сердце остается у нас частичкой Анатолия Петровича. Я не мог бы с ним сказать Толи, а меня Анатолия Петровича. Он мой учитель. Я не работаю, но я не работаю. Я не работаю. Я не работаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока! Прощай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА